привет дорогие друзья вы на канале коблумблог с вами катеров танки в общем так говоря просят подписчики больше по лт гайдов просят по толстопарду просят по бульдогу и прочее ну ребят к сожалению пока еще не не докачался много прочих забот вот сами понимаете канал относительно небольшой до доходов его конечно кот наплакал да вот и поэтому приходится конечно заниматься другими делами до чтобы зарабатывать деньги прочее и в общем много этих самых бытовых забот которые съедают кучу времени к сожалению получается максимум времени уделить развитию каналов и прокачки да сколько есть возможности столько конечно качаюсь новое видео снимаю да то новые танки до которых развился да я стараюсь вот в любом случае могу сказать точно что несмотря на все эти сложности все равно у нас будет плт появляться новые гайды новые танки будут прокачиваться это все впереди а в данном бою у нас м5 стюарт вот по которому конечно же будет будущем гайд обязательно поначалу эту машину не очень понял после м5 и один стер китайского у меня показался очень слабым все-таки у того отличная по по пробитию пушка особенно голдой она там бьет просто великолепно и можно даже против очень опасных противников толстокожих сражался там спокойно выезжает там закидывать борта даже к в 3 там силу мощными мощными боковыми бронеплитами экранами и прочим вот в лоб можно там расстреливать в нлд даже из а вот то есть ну нечего говорить здесь у нас голдой пробития что-то около 70 миллиметров это очень мало это очень мало конечно не сравнится да там если память не изменяет что около 120 было голдой пробитие здесь видите 78 то есть вообще нечего ровнять 42 миллиметра разницы сами понимаете но есть у этого танка свои плюсы во первых то что как я верится всегда люблю это историчная машина на самом деле танк который действительно успел повоевать во второй мировой войне именно в такой комплектации он и воевал с 37 миллиметровой пушкой длинно столь на ее назвать было нельзя скажем так это и была пушка средней длины как для такого калибра да даже больше короткого вот и поэтому какой-то особой мощности от нее ожидать нельзя но плюсы у нее свои были она была довольно таки скорострельной довольно таки точной да вот и танки м5 использовались для поддержки пехоты очень эффективны были в поражении целей потому что вот особенно там живой силы да потому что очень точно били этими пушечками плюс на вооружении у них были пулеметы то есть и плюс танк очень был быстрый да и при этом всем он был лишен главного недостатка советских бт у него как минимум адекватно для легкого танка лобовое бронирование вот это очень очень оказалось полезным для выживаемости данной машины а здесь как видите мы избрали очень очень хитрую тактику да то есть ничего сложного просто карта ласвиль до занимаем правильную позицию в куста включаем стереотрубу и все толпа которая шла по серпантину она была практически полностью уничтожена те которые пытались пройтись по воде обойти они тоже попали под огонь все практически посмотреть по результатам боя мы нанесли там порядка 900 единиц урона на этом уровне боев косвенного естественно да это очень неплохой показатель очень показатель потому что там у того же к в 600 кп прочности да мы здесь стояли и нанесли просто за счет подсвета стереотрубой порядка 900 единиц урона это супер результате и плюс мы практически сорвали раши видите сколько подбитых здесь танков стоит это практически наша работа разведчика запомните этот танк в игре world of tanks выполнять роль разведчика да то есть он не может здесь сражаться с пехотой и прочими укреплениями противника потому что у нас их просто в игре нет вот ну вот видите сколько подбитых танков если там посчитать что там в этой птшке проехали там 300 хп то посчитайте сколько мы по засвету бы таких птшек уничтожили и что мне еще нравится в топе вот это вот пушка с кассетой на 5 снарядов это просто epic она конечно очень не точная на большой дистанции да и на средней косая вот эти щас еду в упор раз два три я попал с трех выстрелов то есть 5 выстрелов 31 не пробил только два пробили очень косая пушка конечно же это которая у нас идет стоковая нам по точнее но у нее нет автомата заряжания она принципе более универсальный и можно использовать для скажем так уничтожение целей на любых дистанциях но вот эта пушка вот за что я люблю вот посмотрел перезаряжается и динь 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 ну правда до голда не включена до поэтому борта мы не смогли пробить этого француза ну в принципе на база танк крепко но тем не менее видите 1 1 1 накидался врубить голду то вообще зрелище и счету вот и вот за это мне конкретно нравится это орудие то что она позволяет заходить в тыл и разбивать просто капитально танки там тоже стук 3 просто можно разобрать пух и прах там с поджогом и прочее вот и это реально весело реально весело на данной машине вот с этой пушкой играть она подходит для игроков рисковых которые любят лезть ближний бой любят притираться к вражеским танкам и разбирать их за счет скорострельности но так как лейтмотив данного боя был пассивный свет и в общем то пока этом рассказал свои слезные истории о моей тяжелой жизни да это что денег не хватает и все такое вы могли наблюдать как шикарно на с той позиции светит стереотруба плюс сетка на скрывает от засвета возможного главное при этом не стрелять и очень эффективно работает то есть пол боя вы отработали вот так вот в качестве пассивного света потом поехали добили оставшихся соперников заработали неплохо нафармили опыта неплохо нафармили серебра и принципе особо ничего делать не надо сидите жуйте пироги пейте чай и смотрите как ваши союзники пользуются тем что вы подсвечиваете а к сведению сказать на той позиции да то есть вот там вот где мы были там фактически всегда скапливается куча наших союзников которые ждут просто жаждут когда им подсветит серпантин они смогут на халяву в самом начале боя на стрелять как можно больше так что этот вариант работает очень часто и возьмите его себе на вооружение в принципе рекомендую в данном случае все таки использовать стереотрубу оптика она более эффективна для активного света она конечно дает меньший результат по дальности обзора но она работает всегда если вы любите более активную игру дату лучше конечно с оптикой но вот с той позиции конкретно в данном случае эффективнее будет стереотруба она будет дальше просвечивать и будет более эффективно да целом же для активных игроков все-таки рекомендую использовать оптику но все-таки рекомендую оставлять сетку очень сильно помогает в некоторых ситуациях тем более что это танк за счет пассивного света зарабатывать намного больше чем он может набить бою но в будущем у нас конечно будет и гайд по m5 стюарт и будут естественно я вам покажу бои в которых я на шикарно просто забирался в корму и в борт вражеским там пт-шкам ст-шкам и просто разбирал их этим могучим барбаном на 5 снарядов но это в будущем на этом у нас все смотрим результаты надеюсь вам понравилось если понравилось пожалуйста поставьте лайки это показывает то что труд не остался без внимания зрителя спасибо за внимание и до новых встреч